Привет! Это снова я. Узнали? Хочу рассказать вам про два новых парфюма в моей коллекции, один из которых явился таким, ну, не то чтобы разочарованием, но... А второй, наоборот, многого не ждала, но полюбила как родного. Начнём с плохого. Ну, как с плохого. Не могу сказать, что прям плохо. Ну, вот... Сергей Остриков. Нежно люблю Сергея Острикова очень давно. Уважаю его деятельность, какая бы она ни была. Что Naked DJs, что Beauty Block, что пудра... Кто не знает, да, Сергей Остриков сначала с голой жопой крутил пластинки, потом стал промоутировать и развивать магазин Pudra.ru, который в своё время был просто топовым. Все с ума сходили от этой пудры. А потом открыл собственную линию косметики. Я даже не знаю, как это описать. То есть у него есть пудра, стайлинговое средство, не пудра, а стайлинговое средство для блондинов. У него есть уксус для волос. Что-то там ещё. И вот вышло вот это. Это спрей для тела, для человека, короче, для волос, для тканей, для белья, для помещений, короче, для всего этот спрей. И пахнет он свежестерным бельём. Когда я услышала свежестерное бельё, когда я услышала остриков, когда я услышала парфюмерное что-то, да, мне, естественно, сразу захотелось, и я купила. Примерно он стоит плюс-минус 1800-1900 в разных местах. Можно купить на Зоне, на Вайлдберрис. Я заказывала из Золотого яблока. Красиво выглядит. Слушай, мне очень нравятся лаконичные такие упаковки. Здесь 250 миллилитров, то есть хватит его надолго. Здесь безумно удобный. Я плюсы сейчас описываю, да. Здесь безумно удобная закрывашка. То есть вот это открыто, это закрыто. Флакон очень похож, даже не знаю, флакон ли это, бутыль, короче. Очень похоже на лашевскую, но у лаш не было такой удобной переключалки. У них была такая, здесь вставлялась как скобка, и работала, не работала за счёт неё. А тут прям вообще оттаз. Очень удобно и действительно не нажимается. То есть когда закрыто, не нажимается. Можно брать с собой куда угодно. Хорошее распыление. Видите, мелкое распыление. Но я покупала это всё-таки как парфюмерную композицию. Потому что пометуя о спреях лаж, у них стойкость великолепная. Они пахнут за 25 километров и держатся очень-очень-очень долго. То есть тот же дёте, я иду, приезжаю там куда-то на работу, работаю, возвращаюсь, и я всё ещё пахну так, как будто я только что вышла из душа. Здесь безумно лёгкий запах. То есть если вы хотите что-то, знаете, бракароподобное, в том плане, что стойкость здесь, ну, прям вот очень-очень лёгкая, очень разбавлена. Очень разбавлена. Если вам нужно просто ощутить чуть-чуть вот этого постиранного белья, можно. Но, в принципе, как парфюм, он не держится. Он не держится практически нисколько. Возможно, на ткани он будет держаться, но я предпочитаю просто стирать одежду и постельное бельё, а не спрыскивать его спреем с ароматом порошка, чтобы от него пахло свежепостиранным бельём и порошком. Мне кажется, логика должна быть примерно такая. Не могу никак найти ему применение, потому что, скорее всего, я от него избавлюсь, отдам его или продам задорого тому, кому он принесёт счастье. Ну вот, будет он у меня лежать. Неплохая вещь, но будет у меня лежать 100%. Поэтому, вот, теперь о хорошем. Давно хотела. И вот мне, значит, подарили. Это мандарина Дак. The Duckers. The Duckers. Кто говорил? Я не помню, кто же это говорил. А, Обломов. Обломов. Я очень смеялась над его видосом, когда он сказал, что очень легко понять, когда человек не разговаривает на английском языке часто. Это когда он не просто переходит на английский, а когда у него появляется вот такой акцент. И это действительно чаще всего так и есть. Мандарина Дак. The Duckers. Freedom Land. 100 миллилитров. Целых 100 миллилитров прекрасного. Мандарина Дак. Слушайте, по-моему, они до этого делали одежду. Да, то есть, ну, это какая-то вот фирма. То есть, она была до того, как они стали производить парфюмерию. И тут они выпустили, значит, целых тары. Красный, зелёный, красивый, с какими-то ягуарами. И синий, с какими-то квадратами. В общем, синий – это прям такой мужской водный. Зелёный – это трава-трава у дома. А вот этот вот – это такой аналог. Такие парфюмы, вот такое направление я называю лимитка, летняя лимитка Эскада. То есть, это яркий, фруктовый, искрящийся, прям вот такой аромат. Мне очень нравится коробка. Жёлтая внутри. Это их фирменный цвет уже много лет. И там лежит потрясающий флакон. Я читала про этот флакон сегодня, кстати, вам тоже расскажу. Здесь очень тонкое стекло. Тонкое, прочное. То есть, чтобы использовать меньше материала, они придумали вот такую вот штуку. И его, видите, покрыли такой как-то плёнкой, которая, опять же, позволяет добавить прочности, но использовать меньшее количество стекла. И по бокам здесь, я не знаю, что это, какая-то пластиковая резина, которая тоже, опять же, позволяет не разбиться и удобно брать с собой. Здесь на крышечке логотип Мандарина Дак, если вам будет видно. Видите, это МД, но как будто это клюв и птичка. Мне очень нравится. Это прям чудесно. Опять же, написано, что это инновационная хрень, что вот так вот располагается шиколка и пипирка, говоря научным языком, знаете, что можно распылять и вот так, и сверху, и снизу, и по-любому. И написано, опять же, что удобно держать и женщине с маленькими нежными ручками, и гигантского мужику. Не знаю, кстати. Вот насчет этого у меня прям край уже. То есть вот если бы у меня ручки были чуть более маленькие, чуть более нежные, скорее всего, мне было бы неудобно. Но, в принципе, я достаю, и, опять же, действительно удобно пырыскать и вверх, и вниз, и сбоку, и прям чудесно. Упаковка прям вот 10 из 10. Мне очень нравится. И вот эти цветы мне нравятся. Конечно, мне больше нравились леопарды зеленые. Ну, там прям трава и больше ничего. Аромат такого типа я очень давно хотела. То есть здесь клубника тебе, и ананас, и личи, и какая-то мятная трава, и лимонграссы какие-то, и какие-то персики, и какой-то аромат секс на пляже, и какие-то вот вечеринки на закате. В общем, он прям красный. Написано, что это унисекс, но я прям... Ну, слабо я могу представить мужчину, которому бы вот это вот прям зашло, и на нем сидело бы очень органично. Я не знаю, возможно, шура. Но тут как бы опять же... Шура сам унисекс. Чудесно. Держится достаточно хорошо. Нет каких-то резких выбивающихся нот. Его хочется прям пить. Насколько вот это как какой-то летний суперкоктейль, который... Правда, купил-то... Ну, в смысле, и не купил. Подарили им-то мне его. Уже вот осень-осень снег остыл, или кто там лес остыл, и листья сбросил. Но у меня вечеринка будет продолжаться, потому что он достаточно приятно смотрится даже на холоде, а не то что на жаре. Он такой становится, как слаж. Знаете, слаж – это фруктовый лед перемолотый. Такой как бы жидкий фруктовый лед. Если вы никогда не пробовали, попробуйте, это очень здорово. Очень приятный. Мне очень нравится. Купил... Ну, опять же купил. Продается он. Плюс-минус 4-5 тысяч, но очень часто на него бывают скидки в золотом яблоке. Его можно было купить за 2 500-2 900. Для 100 миллилитров, для красивой коробки, для хорошего стойкого аромата. Это прямо очень выгодно. И действительно, ну, прям вот мне зашло. Мне понравилось. С большим удовольствием я буду его носить. Спасибо, даритель большое. Ты мой, кукусечка. Вот сейчас закрою коробку. У меня что-то вообще много ароматов разных появилось. И сейчас я прям про все, наверное, буду рассказывать, чтобы уже закрыть гештальты по всем фронтам. Ну, класс же, класс. То есть, ну вот, не очень класс. Не очень класс. Вы знакомы с этими ароматами? Расскажите мне, пожалуйста. И если у вас есть еще от Острикова что-то другое, может, посоветуйте мне. Вдруг там прямо есть какие-то супер штуки, которые мне надо попробовать. И давайте советуйте мне всякую бюджетную, интересную парфюмерию. Давайте общаться, потому что сейчас, кроме комментариев и лайков, нам, блогерам, ничего не оставили. Донаты я у вас не прошу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok